Краевым новостям. Лето жаркий аппарат для дорожного строительства, а его в Прикаме в последние годы все больше. В Пермском крае и в Перми строятся транспортные развязки, укрупняются дороги. Все для того, чтобы обеспечить легкое движение автомобилей. Несмотря на непогоду, работы на многих объектах не останавливаются ни на минуту. Объект рассчитан на два года. На сегодняшний момент выполнено 15% объекта. Готовность 15%, а ведь могло быть и больше. Но дождливая погода внесла свои коррективы. Сегодня здесь работают круглосуточно. Уложенная часть асфальта, отсыпается щебень, укрепляется земельная насыпь. Сократить отставание и сдать трассу в срок – главная задача на ближайшее время. Об этом говорил на выездном совещании министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Андрей Николаевич, я прошу тогда взять на контроль. Выезжайте ежедневно, контролируйте работу. Там послежать нельзя. Дорожники трудятся в ускоренном темпе. Ведь это важная транспортная артерия с плотным потоком машин. Особенно в выходные дни. В этом году будет выполнен большой объем работ по ремонту, реконструкции и строительству и других дорог в Пермском крае. На эти цели из бюджетов всех уровней в этом году направлено более 11,5 миллиардов рублей. Из них на капитальный ремонт дороги в Лиды – 180 миллионов рублей. В этом году проведены конкурсные процедуры. Есть подрядная организация. Заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту. Стоимость порядка 400 миллионов рублей. Протяженность 5,7 километров. Срок окончания работ – осень следующего года. Точное исполнение сроков и личный контроль за работой подрядчиков должны быть в приоритете у руководства муниципалитетов. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников распорядился жестко контролировать ход ремонтных работ на дорогах. На трассе Перм-Лиды сейчас ведутся работы по расширению дороги и прилегающей к ней обочине. На одном из участков уже есть свежий асфальт, на другом идет подготовка к укладке. Проект реконструкции предполагает значительные изменения. Существующее, сразу скажу, асфальтобетонное покрытие шириной 7 метров. По проекту будет 9. Двухполосное движение предусмотрено, обочина 2 метра. Также предусмотрены 6 остановочных карманов с полосами уширения, барьерное ограждение, тротуары. Жители новых и старых лидов, а также других прилегающих территорий в ожидании завершения строительства дороги. Ведь это единственный путь в краевую столицу. Хоть погодные условия и усложняют ремонт, подрядчик обещает сдать объект согласно установленному графику к октябрю 2018 года. Однако и сами жители региона могут следить за сроками и качеством работ. Оставить свои пожелания можно при помощи одного из инструментов общественного контроля портала «Управляем вместе». Анастасия Петухова, Екатерина Рухтина, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта».